МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Кулович. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Побеждают как раз-таки те компании, которые вкладываются в инновации. И поэтому нам нужно быть в тренде. Инновационная тема и не только. На инвестфоруме в Бобруйске. У меня душа болит, сердце, что называется, болит за деревню, за именно это место, деревне 500 лет. Не хочется, чтобы она там взяла, вот так умерла. У Глузских-Косарич есть свой сайт. Надо показывать народу, как трудятся, как трудились наши предки, чем занимались. Сенофест в Кировском районе. Впервые в Беларуси. Мы ожидаем все-таки на конец декады, 3 июня месяца, повышение температуры до 25-28 градусов по Могилевской области. О летней погоде и глобальном потеплении. Питаются, общаются, дружат друг с другом, как семьи создают. Звезды Могилевского зоосада. Жизнь зубров онлайн. Работа скульптора. Это лично Робан с камнем? Горьба. Скульптуры в работе. Цветные пятницы. На пленэре. Каменная сказка. 95 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций необходимо привлечь в экономику Могилевской области в этом году. И уже за первый квартал задание выполнено более чем на две трети. Привлекли предприятия региона 75 миллионов долларов. В основном речь идет о проектах на крупных и частных предприятиях. А вот малый и средний бизнес инвесторы вкладываться не спешат. Привлечь внимание иностранных бизнесменов попробуют на 9-м международном инвестфоруме «Мельница успеха». 30 июня он начнет свою работу в Бобруйске. Тема продолжит Елена Соловьева. Теперь «Мельница успеха» – ежегодное бизнес-событие. Раз в два года местом встречи представителей международных деловых кругов будет Могилев. В остальное время право принимать форум получат другие города области. Первым стал Бобруйск – культурная столица Беларуси, город, который в этом году празднует свое 630-летие. Как известно, в Бобруйске активно развиваются производства автомобильных шин, деревообработка, машиностроение, мясо-молочную отрасль. За 4 месяца предприятия продали за рубеж продукции на 130 миллионов долларов. На инвестфоруме будет работать 4 секции. Особый пункт программы – региональная белорусско-китайская бизнес-встреча с участием делегаций провинции Хунань, которая в последнее время активно сотрудничает с Могилевской областью. Во-первых, мы будем предлагать вхождение китайских инвесторов в существующее предприятие, то есть предлагать пакеты акций. Кроме того, мы будем предлагать китайским инвесторам реализовывать инвестиционные проекты «Гринфилд», то есть в чистом поле, как в свободной экономической зоне, так и в рамках действия указа по развитию юго-восточного региона Могилевской области. Отдельный блок на форуме – инновации. Свои научные разработки представят 25 предприятий и организаций Беларуси. Медицина, металлообработка, ресурсосберегающие технологии. Проекты полностью готовы к внедрению. Теперь надо найти инвестора, либо предприятие, готовое перенести их с бумаги на производство. Более 15 лет предприятия «Стрим» подтверждают мировую тенденцию. Побеждают в конкурентной борьбе именно те компании, которые вкладываются в инновации. Здесь занимаются разработкой и мелкосерийным производством электронных систем управления, в основном для БелАЗа. Мы улучшаем какие-то технические характеристики самосвала, ну или спецтранспорта. И тем самым мы повышаем конкурентоспособность нашего заказчика, чем, собственно, мы тоже гордимся. В планах компании выйти на российский рынок, где тоже есть потребность в таких наукоемких разработках. Возможно, именно «Инвестфорум» поможет найти потенциальных партнеров. Сиюминутных результатов от «Инвестфорума» ждать не стоит. Должно пройти время, прежде чем протокол о намерениях перерастет в конкретный инвестиционный проект. Так было сетью фастфудов «Бургер Кинг». На прошлой мельнице «Успеха» стороны договорились о сотрудничестве. Теперь определена площадка. Ресторан появится на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского. Что касается конкретных цифр, объем инвестиций по проекту не менее 2,5 миллионов рублей. Предполагается создать не менее 120 новых рабочих мест. Что особенно важно, отмечают в Комитете экономики. Новое предприятие даст работу молодежи, предложив гибкий график и достойную зарплату. Таким образом студенты получат возможность подрабатывать без отрыва от учебы. Новое производство, рабочие места, перспективы экспорта, традиционные ожидания от инвестфорума. Привлекать инвесторов планируют также и в сферы туризма и культуры. Примером может стать площадка девятой мельницы «Успеха» – «Бобруйск» с его богатым культурным наследием и традициями. Привлечение инвестиций и развитие частной инициативы изучали на сессии депутаты областного совета. Наглядным примером послужили успешное частное предприятие Могилевского района. Предприятие «Газосиликатстрой» создано 10 лет назад. Сегодня оно за три дня выпускает столько блоков, что из них можно построить трехподъездный девятиэтажный дом. 95% продукции экспортируют в Россию. Плюс производство и продажа электрической энергии от 15 ветряков. На сегодняшний день летабельность производства составляет 2,5%. Поэтому чем больше я сделаю различных модернизаций, буду вырабатывать свою электроэнергию, что-то еще сделаю, чтобы предприятию было дешевле, обходилась продукция. Это будет наш заработок, это будет дополнительная зарплата людям, и будут деньги для развития предприятия. На «Газосиликатстрой» работают 300 человек. Дополнительные рабочие места могут появиться с открытием нового газового производства. Частное предприятие под уже известным брендом «Стальная линия» состояло из одного цеха. Теперь его территория – 300 тысяч квадратных метров. И самое важное – оно стало лидером производства входных дверей Беларуси. Сегодня продукция предприятия продается в 14 стран. Есть европейский сертификат качества. Мы хотим делать лучшие двери с лучшим сервисом. И это наша цель. И все наши действия направлены на это. Мы хотим вывести нашу страну в один уровень с другими промышленно развитыми странами в нашей отрасли, в той, в которой мы работаем. На предприятии сейчас идет модернизация. Для этого частник взял кредиты. 230 работников, и в коллективе никакой текучки нет. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Чизмастер» производит рыбную продукцию, которая продается в Беларуси и в странах Таможенного Союза. А сегодня на предприятии реализуют инновационный проект по производству паштета. Паштеты будут производиться в тюбиках. Мы специально закупили комплекс оборудования. И это в республике у нас ноу-хау. И на этом планируем больше войти в торговые сети. Первые паштеты по планам появятся уже в сентябре. А для обслуживания новой производственной линии будет создано 18 рабочих мест. Наряду с предприятиями, которые прошли путь становления и развития, есть и новые проекты. Будут определены основные задачи на ближайшую перспективу, потому что все мы понимаем, что привлечение инвестиций – это один из индикаторов развития экономики нашей области. В Белыническом районе – агропредприятия по производству свинины. В Климовическом вместе с литовцами собираются выращивать индейку. А в Кричевском районе – китайские партнеры планируют организовать производство грибов. В Могилевской области стремятся создавать новые рабочие места с достойным заработком. Это заложено и в программе социально-экономического развития региона до 2020 года. Много ли вы знаете деревень, у которых есть собственный сайт? У деревни Касаричи, что в Лузском районе, он есть. Потому что в ее возрождении заинтересованы активные люди. В их числе и москвичи, которые не смогли забыть лето у бабушки в белорусской глубинке. Что ж, у агрогородков уже новый стиль жизни. Маленькие деревеньки тихо пустеют, а вот у таких средних деревень, как Касаричи, шанс на выживание есть. За счет горожан, которых тянет к чистым продуктам и природе. Поэтому говорят так – Касаричи – это деревня для жизни. Наш корреспондент Кристина Каранкевич поддержала активный лозунг жителей деревни. Деревня, я тоже раньше думал, что она там умирает, но я думаю, она просто перерождается, становится другого формата. То есть, если раньше здесь был холхоз и много людей жило постоянно, то сейчас в основном приезжают летом, больше используются как дача. Но, тем не менее, активность, жизнь есть. Некогда большая деревня на сто дворов, а соседней за рекушей и вовсе около двухсот, со своей больницей, поликлиникой, почтой, школой и церковью за почти полстолетия опустела. Сейчас постоянных жителей в Касаричах всего 37, и теперь сюда приезжают в основном как на дачу. У нас это бабушкин дом получается. Вот ездим сюда, нравится очень. Очень красивая, хорошая деревня, речка недалеко. А житель Москвы Андрей Уфимцев, чьи корни отсюда, решил продвигать Касаричи, чтобы вдохнуть в деревню новую жизнь. Сейчас подбираются единомышленники. То есть, их объединяет не только деревня, как и таковая, но и возможность вместе что-то сделать. Идея такова. Жители сами должны что-то придумывать и генерировать идеи. Не ждать помощи. По весне провели субботник, а теперь запускают небольшие проекты. К примеру, британская школа дизайна в Москве разработала для Касарич эскизы арт-скамеек, которые хотят установить в парке. И за них уже голосуют местные. Вот пять досок. А это все подручный материал. Получается. Это все можно делать. И наши условия. Вы проголосовали, да? Да, за пятый вариант. Те 10 проектов, которые наберут наибольшее количество голосов, сами сделаем. Задача такая – сами сделать и их поставить. Чтобы этот парк превратился в достопримечательность Угловского района, ну хотя бы как минимум. Она стоит на реке Птич. Кругом леса, полно грибов и ягод. Так душевно о Касаричах написано на сайте деревни. Знают о Касаричах и в соцсетях, где пишут о новостях или истории. Интересно, что подписчиков у деревни около тысячи и только пару человек местные. Ну здесь, получается, моя бабушка жила. Мама закончила школу и тоже в Минск уехала. И я уже, ну все равно, получается, на половину житель. Корни. Да, корни здесь, на половину. На лето здесь я свой житель. Крупного скота в деревне не держат. Говорят, не те силы. А вот благо цивилизации даже на сайте поданы очень позитивно. Электричество есть, чистая вода – в колодце или в скважине. Интернет ловится отлично. Сейчас в деревне 35 пустующих домов. И приезжим, которые захотят их купить, обещают деревенское радушие. Люди съезжаются, покупают здесь дома. Вот много. Вот с Октябрьского здесь недавно купили дом. Вот там домик тоже. С Бобруйска приезжали, спрашивали. Я посоветовал, кому обратиться. Молодая семья. Хотят тоже купить. Ну, конечно, надо, чтобы такое место, и оно пропадет. Это никому не надо. В деревне остаются не потому, что чего-то не смогли достичь в городе, а потому, что здесь все по-другому. И дышится, и работает, и отдыхается. И хорошо, если те, кому такая жизнь нравится, вместе реализуют хорошие идеи по обустройству деревни. И приезжайте к нам на отдых. Спасибо. 21 июня около половины восьмого утра наступило летнее солнцестояние. Это был самый длинный день в году. Июнь еще не закончился, а световой день уже пошел на оболь. Но астрономическое лето только началось. О летней погоде в программе днями. Мы решили поговорить с начальником Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени Отто Шмидта Николаем Костусевым. Здравствуйте, Николай Эдуардович. Здравствуйте, Ирина. Давайте для начала поговорим о погоде, которая ждет нас в ближайшие дни. Конец июня. Каким он будет? Плюс 19 или плюс 25? По прогнозам, начиная с первой декады июня месяца, и сейчас уже, как мы знаем, наступает третья декада наступила, средняя температура 18-23. Мы ожидаем все-таки на конец декады, третьей июня месяца, это повышение температуры до 25-28 градусов по Могилевской области. А июль и август? Ой, Ирина, июль-август, ну, это долгосрочная прогноз. Вот можно ли их вообще делать? Насколько они оправдывают себя? Да, мы слышим... Потому что вас не ругают, только ленивые. Так же, как и нас. Наверное, потому что информация из разных источников. И если бы прислушивались именно к информации Могилевского областью, то я не думаю, что у нас адрес было бы столько упреков. А что так? Разница на некоторых сайтах до 5-6 градусов. И причем на одних солнце, на других дождь. Что смотреть? Если вас интересует информация по Могилевской области, это Могилев облгидромет вам представит информацию в любом районе и по всей области. Страна какой сайт открывается? Страна. Погода.Бай. Это наш республиканский сайт. Там это достоверная информация, которая основана на реальных наших данных. Но все-таки три дня – это такой оптимальный прогноз, которому можно верить или нет? Да. Мы предоставляем прогноз погоды на 3 дня до 7 дней. Это самый оптимальный, где вы можете ориентироваться. Дальше лучше не смотреть. У нас оправдываемость долгосрочных прогнозов – это 65-70%. Это на 2 недели, но до 4. Мы жаловались на засуху последние годы. Зима вроде была снежная. 12 мая лежал снег. С уровнями рек что сейчас? Ну, сейчас уровень Днепра у нас 112 сантиметров выше нуля от отметки. Это что за значение? Это ниже средних значений. Все-таки ниже? Да, конечно же. Ниже средних минимальные уровни воды в реке Днепре. Ну, все-таки я хочу отметить, что, например, в 2015 году был самый минимальный уровень, и уровень упал до минус 23 сантиметра ниже нуля от отметки. Что-то меняется в работе нашего сельского хозяйства? Обращаются ли они к нам с какими-то вопросами? И на ваш взгляд, не нужно ли сегодня уже сажать что-то другое? Обращаются. И я бы сказал, отметил, обращаются уже более, скажем так, не хочу кого-то обидеть, но те руководители… Но понимают, что надо это делать постоянно. Да, потому что все-таки мы не только предоставляем какие-то прогнозы, это наша повседневная работа, но мы делаем и предоставляем и аналитику. Например, и неблагоприятные условия складываются для таких культур, как для нас это актуально, для нашей страны лен, капуста, все-таки с повышением температурного режима, средней температуры, он все-таки не совсем благоприятное условие. По сообщениям, в августе планета Земля будет пресекать метеоритный поток Персиды, снова будет звездопа. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что касается нашей деятельности. Например, мерцание звезд – это уже установленный факт. А они, значит, наиболее яркие и насыщенные при усилении ветра и повышении влажности, ну или же и при повышении температуры и штилевой погоде они тускнеют на фоне… То есть нам нужно узнавать у вас, хорошо ли нам будет видно. Да. Тогда ответьте мне на такой вопрос. Любите ли вы лето? Не должно зависеть настроение от погодных условий. Не должно, но зависеть. Не должно, я вас уверяю, Ирина, потому что все-таки немножко нужно быть романтиком, чтобы и дождику радоваться, и снег, когда падает, тоже очень красиво. Но не летом. Да, но не летом. Благодарю вас за интервью. Спасибо. В Кировском районе прошел открытый районный фестиваль сена, первый в Беларуси. Все, как в песне Владимира Мулявина, косил Василь сена широкие покусы. Наточить косу, скосить траву и сложить сено в сток – исконный деревенский труд, а потом и отдых. В Кировске надеется, что сенафест, который проходит в Чигиринке на берегу водохранилища, займет свое место среди интересных фестивалей Могилевщины. С косарями и их работой знакомился наш корреспондент Илья Соболев. Коса сломалась, давай быстрее. Ломаются косы, ломаются вилы. Когда за тобой команда, каждый старается изо всех сил. Мешает то камни, то кусты, но скосить траву надо быстро и аккуратно. Косить, конечно, нелегко. Трава такая жаркая, солнце. Но мы и старались. За косу взялись богатыри, Виктория, ляльки, вязковые хлопцы. Показать себя на сенафест вышли 11 команд от предприятий и организаций Кировского района. С козьбой лихо справляются даже женщины из отдела культуры. Не женское дело? Ну почему не женское? Раньше в старину женщины все делали. И косили, и пахали, и сеяли. Как наши бабушки, дедушки в то время граблями, косами косили, согребали. Ну и весело это было, дружно это было. И в деревне это проходило празднично. Главный этап конкурса – раскидать сено и сложить в сток. Сделать его надо высоким и компактным. Иначе при первой непогоде работа пойдет на смарку. Как всегда говорят, что опыт побеждает. Так вот мы смотрим, там пожилые люди, они быстрее и красивее сложили. Откуда вот эти вот навыки, умения, знания? Навыки, потому как сам Сахи белорус. Вот с самого детства живу в деревне. В свое время пришлось поработать и в городе. Но вернулся опять в деревню, тянут, как говорится, родные края. Местные кулинары рассказали на Сенофесте, чем раньше подчевали косов во время работы. Все приготовлено по кировским рецептам. Ну и всегда на празднике у нас уха. Это уха. Рыбы разных сортов. И сом, и толстолобик, и уклейка, и окунь, и плотва. И, по-моему, вся, которая у нас водится в речке. На Сенофесте хотят заинтересовать молодежь старинными народными промыслами. Гостей праздника учили, как делать костюмы из природных материалов и создавать маленькие шедевры из сена. Пусть учатся. Молодежи очень много. Я вот обошла, кругом прошла. Ну и приятно то, что на нашей территории красота. В каждый район чем-то славится, чем-то какая-то отличительная черта есть. Поэтому в начале года мы определили, будем раскручивать наш велосипедный бред. Поэтому в октябре месяце мы будем в велосипедный фестиваль. Но вместе с тем, летом, что-то с традиционного начать. Поэтому решили вот фестиваль сена. В следующем году на фестиваль позовут гостей из других районов Могилевской области. Зеленый сезон пришел и огороды на дачах и в деревенских усадьбах обретают витаминный вид. О пользе вкусной летней еды нам неожиданно напомнило высказывание Вирджинии Вулф, британской писательницы и литературного критика. За гонорар арт-первые рецензии в газету она купила персидского кота и решила писать еще, потому что одного кота было мало и она хотела автомобиль. В итоге Вирджиния Вулф – самая значительная писательница модернизма первой половины 20 века. Правда, ее жизнь была и величием, и отчаянием, нервные срывы, видения, голоса, но вместе со всем талант и юмор. Вирджиния Вулф считала, что человек не может хорошо думать, хорошо любить, хорошо спать, если до этого хорошо не поел. Поколение Wi-Fi хочет видеть мир, не отрывая взгляд от экрана смартфона. Плохо это или хорошо – рассуждать поздно, потому что это уже реальность. Новости, общение, покупки – все в интернете. И представьте, что и в зоопарк можно сходить через сеть. В Могилевском зоосаде установили веб-камеру и теперь за нашими зубрами, а их в стадии уже 35 с четырьмя малышами, можно наблюдать из дома онлайн на любом конце земного шара, расскажет Екатерина Булакова. Сегодня, чтобы увидеть зубров под дождем, совсем не обязательно брать плащ в палатку и идти по лужам в зоосад. Вдохновляться красотой можно прямо из дома, с экранов гаджетов. Наблюдать за могилевскими зубрами, а также ланями, косулями и оленями сегодня можно из любой точки мира. Все, что для этого нужно – доступ в интернет. Открыла ссылку на онлайн-трансляцию и могу сейчас видеть, как они ходят степенно, едят траву. Кто-то до этого отдыхал, одни из животных. Невероятно просто. Это видео нам прислали из далекого Новосибирска. Разница во времени в 4 часа и расстояние почти в 4000 километров сегодня не помеха. Ссылка на онлайн-наблюдение доступна на сайте Могилевского зоосада. Кликните на баннер «Зоосад онлайн» и вам будет доступна картинка, которая сейчас у меня за спиной. Почему весь мир не видел бы, что в Беларуси есть и это? Вот такое прекрасное богатство. И после посещения нас такие же идеи возникли на других континентах. И смогут и у себя открывать национальные парки, зоопарки, зоосады, где животные просто на свободе, на больших пространствах, как у нас на 160 гектарах. К слову, онлайн-трансляцию сегодня ведут около 10 зоопарков и заповедников мира. В этом списке, кроме прочих, Тихоокеанский аквариум в Лонг-Бич и гнездовье белоголовых орланов в США. А в штате Миннесота камера установлена прямо напротив волчьего логова. А вот, что нам удалось увидеть с камер национального парка Катмай в США. Технические характеристики веб-камеры установлены в Могилевском зоосаде позволяют наблюдать за жизнью здешних обитателей даже ночью. Она проходит по полю в нужные точки, заходит на кормушки и делает, как раз, общий вид поля обитания животных. За первый месяц работы в тестовом режиме более 6 тысяч просмотров. И это только начало. Цифру планируют увеличить в разы. В реальности, конечно, намного интереснее, чем в интернете посмотреть, да, но для тех, которые они могут вообще увидеть и приехать по каким-либо причинам, да, это бы замечательно посмотреть. Привет! Как тебя зовут? Богдан. Богдан. А ты когда-нибудь видел зубров вживую? Впервые. И как они тебе? Нравится тебе? Нравится. Онлайн-трансляция – хорошая новинка этого сезона. Но в Могилевском зоосаде, как всегда, есть новые большие планы. Например, канатная дорога и музей рыб. Будем ждать. На берегу Тубровенки в Могилеве стучат муатки и шумят пилы. Здесь глыбы гранита превращаются в каменную сказку. Десять скульпторов из пяти стран собрались на пленэр по скульптуре, который посвящен юбилею города. Новые композиции из камня – подарок Могилеву от авторов. Их планируют установить в будущем парке отдыха в Подниколье. Работа пока еще не закончена, но образы уже вполне различимы. Цветные пятницы и то ли роман, то ли борьба с камнем. В каждом камне есть душа и есть какой-то образ. Просто его нужно найти. Откуда его вытащить. Где-то он легко достается. Чуть-чуть надо пару ударов, и вот он появился образ. Где-то надо чуть-чуть больше поработать. И напоследок о духовной музыке. В Могилеве этими днями открывается фестиваль «Могутный Божий» в 22-й раз. В этом году в нем участвуют музыканты из 18 стран – от Литвы до Сальвадора. Фестиваль создавался как экуменический, с идеей сближения всех христианских конфессий. Его программе – православная просветительская выставка, хоровые и органные концерты в Могилевском костюле «Успение Пресвятой Девы Марии», выступления протестантских ансамблей и других участников на площади звезд. И это далеко не все. Среди многих гостей есть знаменитый русский народный хор имени Пятницкого. Не пропустите праздник в городе и берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире.